Здравствуйте, глубоко уважаемые дамы и господа. Мне очень жарко, что не могу лично присутствовать на этой конференции, но я постараюсь все-таки что-нибудь сказать вам о Центральной Европе. Если вы разрешите, тогда я буду по-английски говорить. Проблема, о которой я хочу поговорить, это Центральная Европа, существование Центральной Европы, если это представлено или реализовано. Если вы посмотрите на мебель, вы увидите на слипы страны, которые выстрелы от Балтика на Медитарский океан. И в этой слипе вы увидите много маленьких народных стран. В прошлом, эти национальные страны не существовали, но они принадлежат к различных эмпирам, Туркский океан, Хобзбург океан и Русский океан. Это довольно-таки новое, что эти страны ускорили от этого империального праздника, и ускорили их существование в отношениях модернальные страны. Все эти проблемы, хотя бы, будут связаны с этой слипы страны. Это название Центральная Европа, не очень старая. Эта была создана во время первой войны, когда немцы успели, что они ускорили всю Европу, и часть этой Европы, который был ускорили, по-настоящему, была создана как «Миттер Европа», это концепт, который создавал от Friedrich Neumann. Но, как вы знаете из истории, немцы успели не успели в первой войне, и вместо «Миттер Европа», что они ускорили, которые я ускорили в первых словах. Центральная Европа, как объема в культурных условиях, конечно, существовала гораздо больше раньше, не в политических условиях, но в культурных условиях. И я думаю, что это очень важный легализм, который мы должны продолжать, чтобы мы продолжаем, если вы думаете о будущем этой регионе, потом я расскажу вам несколько слов о том. Эта Центральная Европа была создана в Хабсбург-мпире, и практически она не в том, что она не в политических условиях, но в том, что она в культурных условиях, а в различных условиях, различных регионах, различных условиях, и в том, что она в культурных условиях, который в последний раз был Франц Ротерф I, и в последний раз был Чарльз I, который не успехов, чтобы сохранить эту культурных условиях. И, конечно, я уже говорил, что эта степь от Белтик-и Атриат-и-мпире, и некоторые из-за этих стран, а не все, после того, что в Союзной Союзе, после того, как и в конце, после того, как и в Северной войне, пытаются сделать это, организовать это, что это пометает Центральная Европа, И это в Вишеград 4-е, но это не состоит из всех стран, только Боэмия, Чехия, Словакия, Харькова и Польга, не последовательность. Если мы хотим понимать университет этого региона, не только университет, университет и университет, но и университет, то есть университет, что мы должны вернуться к Роману. В этом году был очень важный и преминент историй, Ян Юсюч, который написал очень важный исследователь на три исторические региона Европы. Эта исследователь была создана в 1983, первым в университете, потом в английском, и он был очень популярным. Не только в исторических регионах, не только в исторических регионах, но и в sociологических и социологических регионах. И я хотел бы сказать, что мою лекарство, конечно, не по-историческим, но по-историческим. Вы увидите довольно четко. И Янер Сютчер, в том, что много регионов существуют в Европе, у них три из них отличается. В Восточной Европе, это в латинском мы называем Оцидент, В Восточной Европе, в латинском мы называем Ориент, и в регион между. Но первое, два поля, которые были созданы. Восточной поля и восточной поля. Все эти поля, исторически, приходят из реманантов Романской Европы. Практически, в Восточной поле уничтожили структуры, оборудования, законодательства Романской Европы, и в Восточной Европе, которую мы называем Ориент, уничтожили Романской Европы, посвящен в Бизантию. И это, в другом поле. Восточной поле является Бизантию, а восточной поле является последний Керолинский эмпир. Это очень интересный, что, когда мы рассмотрим по-связь этих регионов, и я думаю, что самый важный регион, который является по-связь между Восточной Европой и остальной Европой, это именно по-связь, который был создан на Керолинский эмпир. И это очень четко, очень близко, по-связь, к сегодняшний поле на Керолинский эмпире, Кошег, из-за этого города, который я сейчас показываю. Иоанн Сюччев из-за этого перчатки, которые были принято за ее керолинский эмпира, который был самым керолинским эмпиром, между Унистрией и Юрским, которые были принято за Лойта и Эльбер. Это был путь, который выж irresponsible им двое Parceки Эти эти путьы притчатки Безусловные силы в Второй войне, Стейн, Черчилл и Роузвелл, они уничтожили эту линию, которая уничтожила Европу в Восточную и Восточную и Восточную и Восточную, без того, чтобы не знали ничего о прошлом. Это довольно интересное, что это показывает, как историю возвращается, даже если актеры не знают о этой вечерненной вероятности. В Восточной, в Восточной, в Европе, была централизован в Восточной и Восточной, как я уже описал, Бизантию, Константинабой или Истанбул, и они хотели защитить романтику Романского против Барбариев, а также поддерживать очень централизированную бюрократическую статус. Это большая разница между Восточной и Восточной, что в Восточной есть была децентрализован структур, когда поведение между Попом и Восточной всегда было противоположным, и такой противоположный был неуменен в Восточной. Это была очень хорошей, очень организованная бюрократическая структура, которая не позволяла слишком много свободы для индивидуальных актеров. Поэтому они были подчеркты, а почему в Восточной и Восточной были граждане? И эта разница еще раз облакивает. Это очень важный разница. Но как и в Восточной Европе? Если мы имеем эти две полиции, что это место? Почему в Восточной Европе появилось? Ну, это появилось, потому что это было 500 лет, когда в Восточной и Восточной части Европы облакировали до Восточной. Поэтому эта разница, которая сейчас распространяется из Восточной и Восточной и Восточной, в Восточной и Восточной. И эта маленькая региона, которая сейчас состоит из этих маленьких стран, была облакирована из Восточной и Восточной, культурной и Восточной и Восточной. Но эта Восточная и Восточная облакирована только 500 лет. После 500 лет, когда Турцы, и Восточные, и Восточные, и цена, это создавали довольно-но, довольно-надежные, 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 довольно-надежные структуры. Если мы хотим понимать как-то факт, как-то стены на Центральной Европе мы не забыли, что это довольно-надежная региона, где что-то осталось и сохранилось из Восточной и И что-то тоже было сохранено из ориентина. Таким образом, свободы и славы создавали в этой регионе очень peculiar. И где находится в этой новой Центральной Европе? Это, в зависимости от исследования, очень хорошо. Если мы рассмотрим на мастерскую архитектурную монументу в Европе. И где последние мастерские архитектурные монументы, в стиле Готик, в стиле Ренессанса или Барок, можно увидеть, что это, в центре Европы и в Европе. Я думаю, что лучший способ, чтобы показать эту мастерскую архитектуру, если мы рассмотрим на мастерскую архитектуру, в культуре, я использую эту мастерскую архитектуру, в Ленберге, или Вове, или Виве. Эта мастерская архитектура имеет различные названия. И это последняя мастерская архитектура, и, кроме того, нет Готик, нет Барок, нет Ренессанса. Таким образом, эта мастерская архитектура, из-за политической и милитарной архитектуры, из-за политической архитектуры, это очень хорошо показывает, что в центре Европы, которая имеет очень сильные влияния в культуре, но психологически, политически и экономически, она имеет много важных функций из-за Европы, и, по-близистской архитектуры. А так, по-близистской архитектур, из-за этого чемпионера, эта часть из-за романских書, из-за Отома, и из-за empezоков с поддержкой в Москве. И поэтому Москва превратилась в центре европейской жизни, в центре европейской общественной организации, и я думаю, что в последнее время Москва окупировала этот дом. После 100-500 лет, когда в центре Европы окупировали с центром европейской силой, с эмпирами, которые я предприняю, с этими эмпирами, с Россией, с Эмпирами, с Азуками. Поэтому в центре Европы не могла продолжить с церковью северной эвропейской обороны, которую это было раньше. И чтобы понять какой-то миксер, какой-то гибрид организации, в центре Европе, что мы, пока сейчас и в будущем, можем обсуждать в центре Европе, в первую очередь, мы должны рассмотреть очень быстрое на то, что в центре социальной организации оперировали, и в центре социальной организации оперировали. В центре, мы видим, что основные принципы строительства от бутылки оперировали от бутылки до верхней. Бутылки была основная, и бутылки просто следили, что в бутылке. Это означает, что от бутылки от бутылки от бутылки очень сильные. И нет централизации, а в основном уничтожения уничтожения. Уничтожения очень сильная персональная оперирование, инновация, и обеспеченность для общества. И цивилизма была уничтожения от бутылки от бутылки социальной организации. Почему? В центре, это просто против. В центре, принципы социальной организации были созданы от уровня. И, что решили от уровня, это следует от бутылки. Уничтожения не было личной авторитой. Уничтожения была очень сильная авторитета. Тем временем это очень сильная авторитет. Так что эти てлины существуют до сегодняшнего и, вместо социации, государство была уничтожение или остановиться. И это произошло в развитии этих стран. Иногда они двигались. Иногда остановились. Ведом бюрократичной структуре в эмпирах, в эмпирах, в эмпирах, в эмпирах, в эмпирах и в эмпирах. И маленькие люди, которые потом создали этот ручный слеп национальный статус, иногда были обрекованы, иногда могли бы прожить. И это самое интересное, и это в сердце об этом, о котором я хотел бы поговорить о том, о том, что в центре Европе, что из психологической точки зрения, эти две противные влияния, из Восточной и из Восточной части Европы, создали какие-то популярности в сердцах людей. И это было, если вам понравилось, социально-психологической коктейль, то, что это в источнике, из того, что я называю, в культуре кредит, это в Восточной культуре, и в культуре леви. Леви просто на спорте. Кредит зависит от отопление. Вы думаете, что вы получаете деньги. Леви просто на спорте. Леви обычно это в том, что это удалось. Леви обычно исчезает от государства или по речи, или по силам. Поэтому, если вы боитесь от леви, и если вы счастливы от кредита, то это создает два сопротивления социальных отношений. И я думаю, что все это, что в эстерно-европейской социальной организации, здесь в Центральной Европе, что мы не можем говорить о бурженном культуре леви. Вместо того, что мы видим, это леви леви. Что это? Какие ингредиенты в этих двух костей? Первое, основное ингредиент в культуре леви, это вероятность. В вероятность – это антибиотика, это связь между людьми. Вы надеете, что другая человек дает вас, и вы знаете, что другая человек дает вас, поэтому вы вернете вас. Это как «серфи-профессия» в себе. Это конкретное социальные отношения. И каждое статистическое исследование показывает, что, где вероятность превращается, экономия прожает. Второе – это позитивная идентификация. Позитивность – это зависит от себя, не только как человек, но и как общество. Национ, класс и так далее. Это очень важный ощущение, который связывает вас с другими членами. Емпатия – это как «серфи-профессия». но более субтитры, более психологические, а про-капиталисты, после 19th веке, когда рынок уничтожили или структуры уничтожили в эту центру европейскую регион, про-капиталисты в некоторых сегментах общественности смогли contribute к развитию капиталистов структуры, но в основном коэсистенцией капиталистов и федерализм создавали очень важные ограничения в развитии. И что очень важное в реме кредит это правительство. правительство, которое более мощное, чем силы индивидуальные в культуре леви, вместо вероятности, мы находим это вероятность. Это вероятность и эссси и не нужна объема, что для этого принципа это вероятность, но это вероятность. Не может быть счастливой. Эта комитет не может создать самостоятельность. И нет позитивности. Нет позитивности. Вместе с хранилистой и расчетов. Вместе с эмпатой, в этой культуре Леви мы видим, что мы находимся. Вместе с очень структурным, психологическим, субъективным чувством. Не может быть счастливой, что капиталист структуры не могут быть основаны на этой социально-психологическом фундаменте. Таким образом, даже сейчас, сильный антикапиталист, популярный структуры в этих странах, в которых мы решили по этой культуре Леви. И что очень важно, в случае культуре Леви, социально-психологическом, университет, это государство. Университет, кто знает о его или ее правах, которые не могут быть взяты, потому что это гарантия. Это правительство. В случае Леви, университет, университет, университет. Университет, университет, который, предсказан, предпределённый собственный. Пассивные собственный предпределённый обвиняющий. Практически, два самолета за общество. Привилизователей и подозрекленностей могут быть отличных, и никакой принципы, ни правительства на правительство. Поэтому я думаю, что когда мы идем в Центральной Европе, мы не должны забыть, что из стилей социальной психотерапии это не мир, Эти две структуры, культура Леви и культура Кредит. Но самый важный, важный и сильный элемент, я думаю, это влияние к культуру Леви. Это не только в Угарии, но и в других центре Европейских стран. Не забудьте забыть, что здесь мы находимся в двух социологических структурах, в двух социологических структурах. Эти дуалисты, которые могут быть идентифицированы не только в сознании, но и в основном. Эти дуалисты обычно могут быть подразделены в те группы, которые интересны в модернете, в прогрессии. Эти дуалисты и предпочтены в создании ценности. И эти дуалисты, которые боятся в молодости, которые против ценности, которые могут быть против ценности, которые обморваны и рады, И это и то, что в различных формах и различных пропорциях психологически в всех центрах европейских странах, в том числе и в Угарии. Так что у нас есть разнообразные и модернальные и все это разнообразно. И что это важно, и я заканчиваю очень скоро, что это продолжение и капитализм какой-то, что я называю, как раз, как раз, как раз. Разве, что не этнические поколения были более вовремя в создание капитализма, а также восточные, особенно Жеус. Но и альтернатор, и арменинцы и и другие этнические минераны. И из-за того, что каждый успех, который связан с модернизмом, превосходится из-за технического большинства. И что важно, что длительный историй империал-мемберситет из-за того, как уничтожить, как уничтожить, как уничтожить, как уничтожить. И это, чтобы научиться, не только в Гангрии, а также в других центру, уничтожить, как уничтожить, на этом, уничтожить. И это, по-другому, как уничтожить. И психологически, я участвовал мне с моим коллегом в Европе, на втором анализе с результатами Европейского Союза, где мы были интересованы на преимущество от персональной автономии в различных странах, и о том, что не было. Таким образом, это «ситязанство» проблем. Мы обнаружили, что в Европе активно автономисты, это «ситязанство» было 38%, а также «пассив», «subмиссив», «subмиссив», «субъект» — это «ситязанство» было почти 37%. А остальные, мы классировали как «ребел». Но, что интересно, это «ситязанство» — это «ситязанство» и «пассив», «subъект» было не менее «попорционально», не менее «попорционально» — было не менее «попорционально». и «попорционально» — это «попорционально» — «с above», «plan». «цезанство» умногоorientа — Но в Мента-сет, очень интересно, нет много изменений. Поэтому более пассивный часть европейской области может находиться в северной исторической регионе, и пассивный таблик может находиться в северной регионе. И что мы видим в центре Европы, в том, что северная региона, эта региональная региональная региона будет близко к европейской области чем к европейской области. В будущем, и это реальная задача в будущем, как мы собираемся, не в экономике, не в политике, а в психологике, с цитиземной осознанной, потому что без цитиземной осознанной, без верности, без эмпатии, без модернности в себе, мы не можем думать о новой центре Европе. Поэтому требование, используя Элемер Ханкиш, известный университет, что мы должны создать в центре Европе. Но эта инвенция должна быть совершенствована по каждому человеку. Таким образом, это должно идти от вверх, а не от вверх. Большое спасибо большое за внимание!